Шалом алейхим, шалом алейхим, хаверимы, ученики, пятый урок, школа и шо. И я, честно говоря, в трепете небольшом, потому что, ну, действительно, тема такая интереснейшая, называется «Духовная война» или «Войны Всевышнего», или «Кое-что о войне». И так как мы по-любому ввязаны в войну, то и по-любому нам с этим вопросом надо разбираться. И рождаясь от семени Всевышнего, мы попадаем сразу под обстрел. Точно так же, как Ешуа, рожденный младенец, ничего не сделал, хорошего, плохого, но попал под карательный отряд, который послал царь Ирод уничтожить в Вифлееме младенцев новорожденных. И это, конечно, акция геноцида. И она говорит о великой ярости дракона, который рассверепел. И он свирепеет две тысячи лет. Представьте, как накаляются страсти в финале, когда уже этот древний змей, искуситель, создавший такие империи на планете Земля, ведущие такие войны против Израиля, против семени. И сегодня накал страстей, накал, который не было такого еще в истории. И надо знать кое-что о войне. Чтобы успешно воевать, нужно знать о войне. Быть, во всяком случае, в какой-то степени вовлеченным в эту войну. Так как мне Всевышний подарил такую привилегию, я, можно сказать, ветеран духовной войны. И я помню, наши всеночные, вот семь всеночных когда-то вы молились, и семь дней поста. И семь ночей не спать. Семь ночей мы не спали, семь дней постились. И был враг, который действительно нам противостоял. Противостоял, это было в Крыму, в девяносто семьдесят, восемьдесят каком-то году. Не, семьдесят, наверное, девятом, восьмидесятом, когда крымские татары вернулись в Крым. Им было дано право возвращаться в Крым. И с ними пришел дух ислама. И причем дух кровожадный, потому что татар незаконно выселили из их домов. Им дали один час на сборы, даже там пятнадцать минут кому-то давали. Погрузили в товарные вагоны, где умерло очень много их дедушек и бабушек. И они были очень рассверепевшие. И когда я увидел по городу шествие обкуренных явно неадекватных молодых людей, сотни тысячи, с зелеными повязками и криками «Аллах Акбар», которые разгромили наш городской совет, администрацию, разбили милицию, позабирали щиты, дубинки на площади, наковыряли камни и сказали, «Мы будем стоять, пока наши права не будут утверждены». И это было очень тяжелое время. И Дух Божий сказал, что мы должны вступить в эту войну против духа ислама. И стоять семь ночных, семь всеночных ему понадобилось. И мы втроем, там еще четвертый был сын одного нашего брата, Саша, Игорь, я, и мы втроем стояли семь ночей. Семь ночей. Это было действительно что-то невероятное. Мы видели этот дух ислама, он очень мощный, он выглядел непобедимым. Но, тем не менее, после этого поста, молитв, накал страстей сдулся, камни были брошены, оружие не применено и договорились мирным путем. И вот татары сегодня продолжают жить в Крыму, благополучно уже освоились, уже как бы позабылись те времена. Спокойно строят мечети, проводят свои богослужения, кричат уже «Аллах Акбар», только не на улицах, а в помещениях культового предназначения. Моше вел войны Господни 40 лет. В 80 лет он готовился. В 40 лет он был сыном фараона, дочери фараона. И 40 лет он был в изгнании, в пустынях. И через 80 лет он возглавил самую великую армию на земле. Армия 12 колен Исраэля. И когда в пустыне они стояли станом, три колена на восток, три на запад, три на юг, три на север, в центре скиния и облако присутствия славы. И когда видели враги этот стан, ночью особенно, очень впечатляло, потому что огонь покрывал весь стан. И 12 колен находились как бы под сферой огня. Невозможно ни подойти незамеченным, ни атаковать, ни приблизиться. И когда Израиль шел по пустыне в течение 40 лет, написано впереди Израиля шел ужас. 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 Ужас это высшая форма страха. Есть просто страх, как бы, ну, как бы так, боязно. А есть ужас. Ужас это приводит к панике, потере самообладания, сознания и уже действует на бессознательном уровне, на волю и действия человеческие. И поэтому чаще всего армии, охваченные ужасом перед Всевышним, падали, были деморализованы и разбиты. Складывали оружие или падали замертво. Сейчас мы немножечко посмотрим историю. Итак, кое-что о войне. Кое-что о войне. Я хочу вам напомнить третью книгу царств. Третья книга царств, 17 глава. Это страничка из истории израильского народа. Нашего народа с вами. Потому что мы один Божий народ. Елисей помолился и заказал дух, который на тебе, да будет на мне, но вдвойне. И вот, конечно же, это был Руах Гакудэйш. Дух Всевышнего. Личность Всевышнего. И произошло заветное соединение духа Елисея с духом Святого Бога. И этот момент подтвердился знаменем и чудесами. Это очень важно, чтобы мы знали момент, когда клепка поставлена. Клепка. Запечатлены духом. Пам! Печать. Пам! Печать поставлена. Теперь ты уже другой человек. Теперь ты уже не тот Елисей, что там имел какие-то слабости. Теперь ты великий пророк Божий, на котором двойное помазание пророка Ильи. И дальше мы читаем жизнь Елисея. Это действительно уникально. Засады, сирияне, проигрывают. Кто-то узнает их тайны все, замыслы военной операции. Пересказывает царю израильскому. И они никак не могут выиграть войну. И говорят, у нас предатель. Стали искать. Нет предателя. Потом поднапряглись информацию, собрали, узнали, что есть Елисей, Елиша, который духом находится в штабе и видит и слышит все, что они делают и говорят. А потом возвращается к царю и пересказывает царю замысел сирийских военачальников. И таким образом не один раз, не два и не три, а все их операции были известны в штабе Израиля. И царь израильский уже тогда обходил ловушки, засады или использовал все эти сведения для того, чтобы наносить поражение. И тогда послали военный отряд, спецназ, зеленые береты, ниндзя сирийские. В тыл, глубокий тыл Израиля высадился десант, и они нашли дом Елисея, окружили плотным кольцом. И слуга Елисея утром вышел, ну, покурить или что он там, в туалет. Ну, что-то вышел. Слуга смотрит, дом окружен. Стоят стеною воины сирийской армии. И он забегает в дом и кричит, увы, увы, все пропало, караул, погибаем. Беда, беда, беда. Беда, господин, говорит он Елисею. Что нам делать? Не бойся, отвечает ему человек Божий. Армия Израиля в одном человеке. В одном единственном человеке в Израиле была армия, но вдвойне еще. И вот, слуга перепуганный, а господин его спокойный. Не бойся, отвечает Елисей. Тех, кто за нас, больше, чем тех, кто за них. Видите, это духовная война. Не плот, не Елисей со слугой там начали мечами рубиться. Нет. Елисей видел тех, кто стоит за сирийцами. Это демоны. Демоны божества, которому поклонялись сирийцы. И видел ангела, бога всемогущего, которому он служил и поклонялся. Армию невидимого бога Юдгей Вавгей. И тех, кто был представителем армии Элогим Юдгей Вавгей, было больше, чем тех, кто стоял за сирийскими войсками. Тех, кто за нас, больше всегда. Причем в три раза на одного демона три ангела тебе даны. Мы идем за Ешуа, не сомневаясь, ни одной секунды. Ни одной секунды. Мы все оставили и пошли за ним. И не жалеем абсолютно, потому что это жизнь полная приключений. И жизнь полная войны, конечно. Не бойся, услышьте те, кому надо услышать. Не бойся, не бойся, не бойся. Тех, кто за нас, больше, чем тех, кто за них. И эта реальность, это факт. Если, конечно, мы исполняем свое предназначение. Если мы являемся пророками Всевышнего, или апостолами Всевышнего, или учителями Всевышнего, или служителями Всевышнего, доятелями Всевышнего и так далее. Наша война не против плоти и крови, но против армии сатаны, которая состоит из начальств и властей, мироправителей тьмы века сего и духов злобных поднебесных. С ними у нас война. И в этой войне Всевышний не дает славы своей никому, кроме самого себя. Поэтому не воинством и не силой, но Духом Святым мы побеждаем именем Его, а не своей опытностью или силой. И именем Его я победил их. Восстали на меня враги, но я не зложил их именем Его. Никогда не приписывайте себе победы. Никогда не пользуйтесь славой Всевышнего, как своей собственностью. Он не даст славы своей никому. Она принадлежит только ему одному. Когда-то, помните, Гедеон собрал 30-тысячную армию против 100-тысячной армии врагов. И взял он пару своих воинов из 300 гедеоновцев и пошел ночью. И там враги говорят, мне снился сон, катился хлеб, большая буханка такая, и ударила в наши шатры и смелою. А второй слушает и говорит, да, это, наверное, Гедеон нас побьет все-таки. Наверное, побьет в этот раз нас, Израиль. Он услышал, ободрился, смотри, у них там нет такого боевого настроения, у них, наоборот, паническое ожидание чего-то неизвестного от Израиля. Он вернулся домой и получил стратегию, возьмите кувшины, мечи вам не понадобятся, возьмите кувшины, возьмите огонь в кувшины, возьмите шафары и идите окружите Стан. Поставь там, на севере, на юге, на востоке, на западе, раздели 300 человек на 4 и по сигналу одновременно. Разбейте кувшины, чтобы был явлен огонь всем, и вострубите в шафары. Вот такая стратегия безумная. Сумасшедший дом. Кто ж так воюет? Вы где-то видели такую войну? Окружите Стан фашистов, возьмите горный, пионерский, и трубите, взвейте с кострами синие, очень, и посмотрите, что будет. Гидиона выбора нема. Ему приходится верить всему, что Всевышний ему говорит, потому что Всевышний своей славы не дает ни Гидиону, ни кому в Израиле. Чтобы Израиль не возгордился. И поэтому он взял, все сделал, как сказал ему Всевышний. Разбил воинов на группы, окружили Стан, по сигналу там, какому-то свистку, они разбили сосуды, подняли вверх эти огни, факелы или светильники, и вострубили в шафары все. И когда 300 человек трубят шафары, это я вам скажу картина. Может мы в Израиле это поэкспериментируем. Когда нас 300 соберется с шафарами, и мы затрубим, окружим сектор газа, они там сейчас много выступают. Или вострубим, и посмотрим, что Бог сделает с сектором газа. Или окружим храмовую гору, и вострубим. И посмотрим, что сделает Всевышний. А Всевышний сделал следующее. Как только эти ночью с просонок увидели огни, услышали звук атаки, бросили все. И бегом, 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 в чем был, в чем мама родила, в чем спал, схватил там шики, там может в панике пожитки. И бегом, и вся дорога была усеяна вещами, брошенными, отступающими стотысячным войскам. И вот так, не воинством, и не силой человеческой, но Духом Святым Всевышний подарил победу Израилю. И таких случаев десятки и сотни. Десятки и сотни. Сидит Елисей в осажденном городе. Голод. Пьют конскую мочу. Едят уже трупы лошадей. На рынке там не купишь ни мяса, ничего нету. Царь посылает, увидев, что женщины уже варят своих детей. По очереди. Одна говорит, сегодня моего сидим, завтра твоего. Ой, вей. И он это услышал вообще. Он послал к пророку, узнал, что Елисей в городе. И сказал, иди, сановник, сходи, узнают уже этого пророка Божьего. Невидимого Бога. Что нас ждет? Или сдаваться нам? Или что-то ждать? Чудо еще, может, какое-то будет. И пошел сановник. Елисей сидит с друзьями. Ужинает. Пьют кофе. Беседует на духовные темы. Говорят о великих чудесах, знамениях. Атмосфера абсолютно хорошая. Спокойная. Ничего не угрожающее. Как будто осады нет. Знаете, в трудное время держитесь ближе к пророкам. Вам будет спокойнее пережить любую напасть. Это я намекаю. Что и в наши дни есть такие люди. Держитесь к ним поближе. И сановник заходит, а пророк ему же спорил. А, пришел там сын такой, погибели. Что тебя прислал этот негодяй, что Израиль увел, выдало поклонство. Из-за него мы страдаем. Из-за этого царя. Язычника. Хотя он еврей. Но ведет себя как гой. Вот. И что он тебя послал? Спросить, что будет? Пойди ему скажи. Завтра утром, так говорит мой бог, Юдгей Вавгей. На рынке мука будет по 35 копеек. А мясо по рубль 20. Шекелей. Амэн. Иди. Все. Свободен. А тот выпучил глаза и говорит. Вы здесь что, придурки все? Мы мочу пьем уже. Тут уже детей варят. Вы что, какая мука по 25 копеек? Он говорит, за то, что ты не поверил, глазами увидишь, но кушать не будешь. Вот, что ждет сегодня неверующих, которые пророкам не верят, Богу не верят, ни во что не верят. Вот будете глазами смотреть, как мы возносимся на небеса, но сами не вознесетесь. А ночью оказалось, ангел Божий сделал шухер. И им показалось, что идет армия Египта. И сказали, евреи наняли египетского фараона. У него миллионная армия. Текай, спасайся, кто может. И паника, и весь стан снялся, и помчался, куда глаза глядят. Прокаженные покушали, попили. Сказали, лыхаем. Потом уже сидят, сидят. И говорят, слушай, это же хорошая новость. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Врагов не стало. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Они же куда-то счезли. А добра-то много, еды-то много. С этой складой, они же там осаду думали несколько лет, что будет осада. Смотри, вон продовольственные склады стоят. Пойдем, скажем царю. Пошли стучать в вороги. Тех, кто с нами, больше, чем те, кто с ними. Ха-ха-ха-ха-ха. Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними. Вот вам стратегия духовной войны. Попробуйте пожить и повоевать так, как Елисей. Это кое-что о войне. А Ерехон? А Ерехон? Воинством взяли или силой? Танками, ракетами, бомбами? Чем взяли Ерехон? Послушали. Кого послушали? Пророка. Какого пророка? Машея. Что сказал Машея? Машея пошел в Скинию и сказал так. Не Машея. Егушуа бенун. Егушуа. Уже Машея был на небесах. Оттуда руководил сражениями. А Егушуа ученик Машея. Он получил стратегию. Семь дней ходите молча по кругу. Вокруг города. И вот те на стенах кричат. Материатры там. А эти ходят. Тихо ходят. День ходят. Второй день ходят. Те говорят. Давайте подеремся. Ну давайте лезьте на стену. Сейчас мы тут вам устроим. Те молчат. Не отвечают. Ничего. Запрещено говорить. Даже не реагируют. Молчат. Тихо ходят. Пятый день ходят. Шестой день. Те евреи любят гулять. Что они делают? Эти со стены смотрят. Что они делают? Гуляют. Нагло. Наглого круг города ходят кругами. Рисуют круги. Что за тактика? Что за стратегия? На седьмой день. На седьмой день. Обошли семь раз. Раз. Два. Три. Четыре. Это сколько времени надо? Ерехон. Большой город. Шесть. Семь. Остановились. Священники подняли трубы. Шафары. Народ открыл рот. И все. И тут ворота ДДС вовнутрь, стены высокие ДДС, землетрясения местного масштаба. И весь город был уничтожен сам собой. Сложились стены, задавили всех. Только один фрагмент стены остался, где на окошке была червленная нить. И там были спасенные по благодати Божьей женщина-блудница, которая отпустила Саглядатаев. И всех, кто ей поверил, все эти ее близкие, ближние, они сохранились. Остальные стены были не просто обрушены. Ученые сделали раскопки Ерихона и сказали впечатление, что камни вдавлены в землю невиданной мощной силой. Не просто упали стены, они были просто вдавлены, впечатаны туда. Со всеми нечестивыми обитателями. И Бог заклял, сказал, не брать ничего из Ерихона, ни золота, ни серебра, ни одежду. Все сжечь, все уничтожить. Ничего не касайтесь. Это заклятое. И преклонился Яшафат лицом до земли. Все ягудеи, жители Иерушалема, пали перед Юдгей-Вавгей, чтобы поклониться Юдгей-Вавгей. И встали левиты сынов Кеатровых и сынов Караховых восхвалять Юдгей-Вавгей, элогим Исраэля, голосом крайне сильным. И встали они поутру и выступили в пустыню Текоа. И когда они выступили, встал Яшафат и сказал, послушайте меня, ягудеи, жители Иерушалема, верьте Юдгей-Вавгей, элогим вашему, и будете надежными. Верьте пророкам его, и вы преуспеете. И совещался он с народом. И поставил певцов Юдгей-Вавгей, что восхваляли благолепие святом, выступая перед Авангардом, говоря, славьте Юдгей-Вавгей, ибо вовек милость его. И в то время, как они начали петь и славословить, Юдгей-Вавгей поставил засаду. Возбудил распри между сынов Аммона, Моава и жителей горы Сеир, пришедших на Ягудею. И они были поражены. И восстались сыны Амона и Моава на обитателей горы Сеир, избивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, помогали друг другу во взаимном истреблении. То есть сошли с ума. Всеобщее безумие. И эта многотысячная армия уничтожила друг друга. А ягудеи, что они делали? Что ж они делали? Пришли на горку, на эту, с горя, в пустыню, глянули на ту рать. И вот трупы лежат на земле, и нет уцелевшего. Ничего не надо делать. Потому что ни воинством, ни силой человеческой. Трупы лежат на земле, ни одного живого. Ни одного. И пришел я в шафат, и народ его забирать добычу. И нашли у них во множестве имущества, и трупы, и вещи. И набрали столько, что не унести. И три дня они собирали добычу, ибо велика была она. А в день четвертый собрались в долине благословения, ибо там они благословили Юд-Эй-Вав-Эй. Потому и называют то место долиною благословения. Играет музыка.